здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта у нас очередной ролик называется поймали группу ну и как вы думаете какую группу мы тут поймали ну понятно что не сидите пока группа клауса ольмана летит по маршруту три человека три пилота я попытаюсь их догнать посмотрите когда красиво когда планира летают группой и как это выглядит я конечно тут в группе буду раздолбаем который только всем мешает но с другой стороны зато можно поснимать красиво я сейчас за счет скорости немножечко просел но сейчас зато достану нашего фотографа смотрите у нас фотографирует я сейчас поменяю с ним местами потому что он может меня сфотографирует а я его поснимаю так никому не мешаю никому ну и плюс кем его на поле озера столь а там остальные двое впереди так чуть разогонюсь вообще друзья очень тяжело вот переди клауса еще один килот я не знаю кто с ним паре летит но я вот подстраиваюсь нашему фотографу я попробую выйти относительно него вперед он точно меня будет притягиваться под аппаратом так у него с этой стороны форточка соответственно скорее всего попытается меня попасть его назад тяжело фотографировать поэтому я чуть-чуть относительно него вперед вперед выйду так главное чтобы никого не врезаться в такой конфигурации ну ладно отойду в сторону вот они красавцы когда еще так поснимаешь группу из планиров раньше давным-давно когда деревья были выше а трава зеленее я вот так летал за клаусом составе группы из пяти планиров то есть был клауса еще пять я был шестым замыкающим вот это конечно было фееричное зрелище потому что было но очень много в группе планиров а тут еще когда деревяшка сверху болтается хоть попробую сейчас помедленнее они все доворачивают куда-то будут уходить ой как красиво они все сделали посмотрите друзья какая все-таки феерия развернулись и туда-то полетели вот куда полетели назад но зато какие кадровом на фоне горы маргон куча планировок и гиги 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 гей так но сама гора маргон тоже красивая вся такая лесистая скалистая с красными скалами зачем они это интересно вот туда так прыгают не знаю буду догонять друзья отстающие отстаю я как как двоечник сзади всех плетусь что же делать как же быть ведь я выполняю задачу сразу же и снимаю и вам что-то вещаю может я даже какой-то бред несу потому что у меня сейчас концентрация достаточно мощная идет да как же никого догнать ты не могу нос в землю и на таран слева выше планер у вас зашли их на развороте чуть подрезал вот они красавцы давайте еще разочек тяжело конечно одновременно снимать пилотировать у склона и как у меня сейчас за счет скорости они же всех но если я потяну ручку на себя смотрите раз я соответственно выскакиваю повыше и вот могу вам уже близко все взять совсем мне кажется все и летают специально для того чтобы посниматься мне еще работать хвостовая камера да честно говоря даже ему не предложил какой ракурс правильный выбрать ну типа вот так подвернуть хвост вырезаться можно я сменю немножечко гаусс а сзади у нас на хвосте висит так 4 это деревянный планер с к 13 красавчик воду к нему клаус сейчас и летит видимо все в набор станут вот смотрим станут не деревяшка классная беседу но здесь по большому счету можно вдоль склона спалить дальше чем наверное ребята и воспользуются сейчас я опять догоню нашего коллегу клаус планирует направо разворачиваться все в такой ситуации сбрасываю скорость и подстраиваюсь тоже в дугу разворота но как тебе вид невероятный ангелий был я не комфортно сочувствую когда я третьего не вижу внутри эти сзади на хвосте этого не все очень умные слушай ну во первых у нас флор есть у нас у меня радар друзья который показывает всех поэтому ничего страшного я опять меняю немножечко гаус скорее всего сейчас будет бросок через озеро на следующую горку который называется дурмьюз эта гора называется маргон на которой мы были скорее всего клаус пойдет на дурмьюз а вот и третьего третий сбоку красавчик о как он меня позирует друзья вы посмотрите лучше просто просто лучший ага просто фантастика да можно назвать это небесный вальс наверное видео потому что планира который вот так вот вальсирует я не очень цель понимает что мы сделать что они делают как у них дальше план но в любом случае получилось красиво разгоняясь чтоб догнать сейчас все сверху опять подвернули на склон я так понимаю что вдоль склона пойдут сторону по вот этой долине стороны аэродрома барселонет сейчас подкройдемся сначала к одному планеру об каждый же хочет стать звездой я переднего не смотрю и просмотрю как он прополывает рядышком об об этого сняли теперь следующий видите я оператором работы в этой группе полосатых купальников догоняем следующего да все идут в сторону барселонетто сейчас друзья покажу вам разу нас пошла такая пьянка аэродром барселонетто уа красавчик а невероятно ну и давайте нагоним самого клауса когда можно будет с учителем так рядышком пошуршать как меня друзья гонял свое время клаус мы летали парой и фотографировались вместе есть куча съемок по этому поводу может быть даже я в этот ролик вставлю кусочек поставить куда мы еще забрали с клаусом fly in front of me 45 degrees in front а а и theme и Если вы его там видите, скажите. Учитель, ты чему меня учишь? Я же потом на этом уже буду учить курсантам. Посмотрите. Я, друзья, даже смотреть не буду. Я отвернулся. Какой ужас. Отвернулся, но знаете, когда... Как мой Макс смотрит фильм. Он прячется. Ой, блин. Он прячется за ширмочку какую-то, там еще чуть-чуть за ленточку. И в самые страшные моменты под одеяло лезет. Вот так он смотрит страшные мультики и фильмы. Мне кажется, так же надо с Клаусом сейчас летать. Закрывать глаза и просто... Точнее, смотреть на скорость. Я сохраняю параметры полета строго. 120 км в час. Не шевелю ручкой. Не создаю никаких маневров. А Клаус летит и надо мной издевается. Но зато посмотрите, какой контент огонь. Так можно летать только, если ты очень доверяешь человеку. То есть я счастлив, что Клаус доверяет мне. Я себе бы так не доверял. Но поверьте, на канале есть видео полетов с Клаусом, где мы летаем совсем рядышком. И вот сейчас я аккуратненько раз. Начинаю вспухать. Так что Клауса ни в коем случае не испугать. Это будет кочунство учителя обижать. Вот. Смотрите. Вот он, легенда мирового планеризма. Клаус Ольман. На своем плане Антарес. У него Антарес электрический. Сегодня, кстати, взлетал он на нем. Взлет его тоже заснял. Друзья, взлет планера с электрическим моторчиком. Шумит винт. Чтобы вы понимали, откуда шум. Но он такой легенький-легенький. Что получается, что достаточно сильно. Вот. Боковой ветер. Видите, как крыло у Клауса пытается упасть. Оп. Взлет. И все. А дальше он приземлится. Будет летать. Сейчас он наберет 600-700 метров высоты. Заглушит моторчик. Уберет это все в фюзеляж. И будет весь день летать. А вечером приземлится. Подключит себя к солнечной электростанции. Зарядит батарейку. И завтра опять полетит на солнечном свете. Вот. Такая красота. О, невероятно. Друзья, какая везуха, какая пруха. Сережа, думал ли ты, что тебя так свезет сегодня? Сегодня вообще сказочный полет. Ну да, согласен, друзья. Сегодня у Сергея первый день полетов. И совершенно сказочный. У меня второй вылет. И у меня еще летает Рома. И Рома сегодня свой самый первый летный день. Могу похвалить. Просто летал как бог. Ни разу не прикасавшись к планеру до этого. Буквально за каких-то жалких полчаса. Я поймал основную идею управления планером. А это именно спокойствие. И летал как просто умничка. Так, а мы между тем пришли в долину Барселонетта. Опасность этой долины в том, что из нее вот здесь такое ущелье нехорошее. И если потерять высоту, то через это ущелье очень длинный долет до любого рабочего аэродрома. И по-хорошему нужно всегда или в Барселонетте садиться, приземляться, если высоты нет. И не вздумать прорываться, если опять же высоты нет. Если высоты большой запас, можно из этой долины безопасно выйти. Что вот очень нужно знать, что это так. Ну что, опять сближаемся. То, что я вам горы, горы снимаю. А тут вот как красиво будет поснимать планера на плане гор. Вот он. Так, сейчас попробую я увеличение включить чуть-чуть. Да, вот их двое даже идет. Клаус всех прижимает к скалам. Ну, соответственно, мы, наверное, сейчас прижнем к скалам. Я опять сделаю удаление, ну не удаление, а максимальный широкий угол. Потому что так все, по крайней мере, попадают в кадр. Так, я тут, получается, ниже всех. Ну, правильно, я тут ношусь, потому что все как... Все это летят эффективно, а я... А я как бедный родственник сучу тут педалями, махаю ручкой. Или махаю. Как правильно по-русски? А? Машу. Там уже какая разница. Какая разница, как машу, если... Махаю. Махаю, да. Ну, смотри, мы действительно ниже всех. Главное, это и пуль. Да, друзья, вот что вы скажете. Все закрутили, у всех есть поток. Одним и двоечники сейчас отстанем от гвардии, от стаи. Вот так вот. Вот оно. Меньше надо было балаболить. Эх! Слушайте, действительно. Или все развернулись просто? Так. Назад полетели. Назад полетели. Ого-го-го-го-го-го. Нам тоже назад, друзья, надо. Я не хочу один здесь оставаться. Хотя здесь семейли, знаю. Так, давайте вам пока все улетают, хоть покажу. Барселуэт-то обещал показать. Ну, аэродром видно? Это, друзья, не видно. Ну, вот смотрите. Крыло показывает сейчас. Вот туда вот. Речка уходит из гор. Вот там. Вот он там. А горы, которые напротив нас сейчас, вот в центре кадра у вас, в какой-то из этих гор влетел и то ли бой, то или арбас с сумасшедшим пилотом. Ну, и, в общем, бах-бах-бах, или вот в эту гору. Ну, короче, какой-то из них. А вот, кстати, показался аэродром. Все. Вот он. Можете навлюнуть. Так, я потерял стаю. Так, где стая? Видишь? Нет, не вижу. Ой-ой-ой-ой, какой позор. Друзья. А, вот они все. Над скалами. Да, так что не сильно-то мы их потеряли. Они здесь, видимо, какой-нибудь поток искали. Ну, мы, кстати, в каком-то потоке болтаемся. Я вижу, кстати, планера СК-13, который закрутил и стал в набор. Давайте я вам отпущу стаю клауса, потому что, наверное, я вызвал у них глубокую уже ненависть, потому что постоянно вокруг верчусь. И вот вам, смотрите, деревянный планер СК-13. Вот это справа, да? Да, вот он красавчик. Черт, и какого года выпуска, прекрасно летает просто легендарный деревянный учебный планер. Очень мне нравится. И залазит он в такие места, в такую, извиняюсь за выражение, Ж, куда точно Макар, черт, телят не гонял. О, вот он вам. С обратной стрелавильностью. Да, 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 это чтобы удобно было сидеть. Так. Перекладочка. Что он здесь делает? Пытается высоту набрать. Он может быть, друзья, с аэродрома Барселонета, а может быть с аэродрома Сан-Крипан, это соседняя долина. Это долина Барселонета. Вот крыло показывает наскальник, за ним долина Барселон. Соответственно, в одной из этих долин обитает этот планер, скорее всего. Потому что погода сегодня сильный ветер, я бы далеко от аэродрома не отлетал. Группа наша, наверное, вон она выбралась. Вот они, посмотрите, над горой. Пока я тут с вами в Аллатополе. Вот он. Оп. Если мы поток станем, в принципе, мы их догнать можем. Давайте попробуем. Закрыл их на 4 перекин. Эх, улетают от Атанаса, улетают. Улетают, улетают, посмотри, нет, кружат над нами. Вон, друзья, посмотрите. Посмотрите, вот они, вот мы. Да, улетели. Подождите нас. Я думаю, я достаточно не снимал, друзья. Ну вот, они, конечно, шикарно идут, над рельефом, красиво. Правильно, абсолютно грамотно. Вот облако растет. Мы идем на уровне рельефа, неграмотно, безграмотно. Ну, что же поделаешь. Зато мы идем очень красиво. Смотрите, как я могу прижать планер к скальнику и сделать вам финальный проход рядом со скальником. Как говорится, зато мы красиво летаем. Максимальная красота. Да. Ну что ж, друзья, на этой оптимистичной ноте я попробую все-таки, ребят, догнать. Приложу сейчас все к этому усилию. Как раз хороший поток стоит. На среднителе у нас 2,5 метра в секунду уже. Крыло в центре восходящего потока. Вариометр поет свою легендарную песню. И мы медленно, но уверенно карабкаемся к свободе высоты. Потому что высота – это наше топливо. Количество высоты – это то, что дает нам возможность свободно перемещаться в пространстве. Иногда немножечко шелить. Там планер или птичка? А, планер. Ой, как же хорошо. Куда улетели наши друзья? Скорее всего, они по гряде пошли к итальянской границе. Подозрение у меня есть такое. Ну и мы сейчас ходим. Посмотрим, как там в озере сердце после дождей не добавилось в водички. Пересохло мое любимое озеро. Озеро сердце. Прямо реально воды не почти нету. Поэтому засуха. Вон они ушли, я их вижу. Причем мы по высоте на их данных уровне. Ну хочешь, возьми ручку, прогуляйся вот таким курсом. На скорости 200, 180. На, разгонись. Тебе сейчас должно полегчать, когда ты будешь пилотировать. До скорости 180 разгонись и чуть-чуть правее возьми. Отлично. Давай прогуляемся. Вы можете наблюдать, как облака достаточно... Влево на 30 градусов. Облака достаточно энергично двигаются относительно вершины. Все они двигаются. Вы можете представить ветер текущий. Ветер текущий до 40 километров в час. Дует. Это больше 10 метров в секунду. Парапланы сегодня не летают. Ну а планеру такая погода. Просто немножко нужно вводить коррекцию в этот полет. И не более того. Сейчас таким курсом доходим до края склона. Оттуда развернемся. Оттуда уже домой. У нас удаление от дома 70 километров. Мы прилетаем на 100 метрах домой на домашний аэродром. То есть нам даже высоты добирать не нужно. Вот ребята подворачивают направо. Тоже направо подворачивай. Вы видите, догнали группу. Мы, по крайней мере, отстающего догнали в группе. Направо плавно по дуге проворачивай. И пойдем домой. Вот такая дуга. Скорость 150. Сбрось скорость. Видите, нам осталось, примерно туда крыло показывает, 68 километров до аэродрома родного. Так. Вот этот аэродром Барселонетто. С него летают планера. С него летают на вертолете. Я учился летать. У меня, кстати, часов 15 били крен по прямой. 15 часов налета на вертолете легком. Ранобот. И там, кстати, сборочное производство этих вертолетов. Мы обязательно к нему съездим на экскурсию. Обязательно снимем ролик про него. Аэродром замечательный. Длинная полоса. Хороший клуб. Классный. Шикарный буксировщик. Я несколько раз сюда приземлялся так. Ну, просто в гости. Доворачиваю направо на 20 градусов. И вот сейчас у тебя ровно курс на аэродром. Убирай крен. Крен убирай. Оп. Вдоль склона на текущий момент. Все. Мы летим. У нас 54 метра мы привозим на аэродром. Но я думаю, что если Сережа будет грамотно лететь и дельфином набирать высоту потопов, которые находящимися впереди облаками, то нам не нужно будет даже не в одну спираль вставать. Ну, я думаю, Сергей все равно доволен. Доволен? Еще как? Еще как. Во. Это самое главное. До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных и гидошпорта. До новых позитивных роликов. С большим приветом снега. Хей!